итак здравствуйте теплолюбивые у меня сегодня бомбанула пригорела ну в общем кипит конкретно давайте разбираться в ситуации поехали ну что же начнем по порядку под одним из моих роликов появился вот этот вот комментарий здравствуйте пожалуйста дайте свой комментарий на следующее провокационное видео о газовых котлах ну перехожу я на это видео смотрю и блин ну жесть и я захотел вместе с вами посмотреть его и разобраться в этом деле так как такого плана ролики я никогда не снимал я немного подготовилась но в дальнейшем если такой формат вам зайдет я думаю будет интереснее делать ролик ну скажем так в живую смотреть и комментировать ну что же переходим по данной ссылке смотрим что мы видим так мы попадаем на канал московская деревня 12 тысяч подписчиков ну скажем так я им не читал в описании под роликом написано привет друзья сегодня я познакомлю с одной из самых массовых экспертиз которые выполняются после обращения в наш адрес пострадавших покупателей отопительного либо как в данном случае газового оборудования газового котла торговой марки сибири отопительного либо как в данном случае газового но как бы не хотелось примахиваться к словам но по крайней мере газовый котел это и есть отопительное оборудование ладно идем дальше а еще бренд сибири мне не знаком вообще и поэтому как бы может чуть-чуть мои высказывания в дальнейшем будут ну скажем так обобщенными но посмотрим на самом деле торговая марка сибири принадлежит акционерному обществу имеющему совершенно другое фирменное название а о рга или а о ростов газ аппарат но мы ведь далеко не дети и конечно же сможем понять зачем и почему это делается я вот еще даже ролик не начал смотреть а тут уже такие прям я бы сказал интригу здесь наводят получается это намек на то что это какой-то обмама если у скажем так акционерного общества ростов газ аппарат существует бренд сибири какие они обманщики исходя из этого к примеру бдр термия рус тоже обманщики у них же существует бакси дедитриш ну да пускай ремеха не представлена на нашем рынке но все-таки зачем вы обманываете людей так итак сегодня вы узнаете еще одного мошенника еще одну компанию которая продает нашим согражданам откровенное барахло и применяет для этого простейшую схему называемую ширмой вот это у нас ширма понятно все остальные бренды у которых есть суп бренды они работают под ширмой которая закрывает убогие места сварки в надежде что покупатель не станет проверять начинку газового котла и приобретет его без пристального изучения получается здесь у нас еще под словом ширма подразумевается ну по-моему это облицовка котла ладно ну что же начнем смотреть ролик бракоделы но музыка вообще хорошая мне в принципе нравится почему бы нет добрый день друзья сегодня расскажу вам о том что не все отопительное оборудование является гениальным изобретением и сегодня не эксперт вячеслав дубровский расскажет с каким очередным дерьмом ему пришлось поработать заходим это вячеслав дубровский судебный эксперт в области инженер на заднем плане шутник наверное вячеслава снимают в первый раз ладно не будем к этому придираться мы просто бросается в глаза как он улыбается технологической экспертизы друзья в общем попросили меня рассказать о таком замечательном произведении инженерной мысли газом котле компании под названием сибири 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 но в принципе ничего так выглядят неплохие котлы ну на первый взгляд даже вот я смотрю на одном из них стабилизатор тяги присутствует это массовая экспертиза да это массовая экспертиза нас экспертиз большое количество этот котел в разобранном виде это крышки от котла потек у собственника у покупателя данной данного изделия и потек он покажи пожалуйста пищу понятно отсюда все текло короче вот это ржавчины быть не должно стяжек да то есть по сути котел но сейчас вот просто на первый взгляд даже сейчас как располагается котел на экране ну во первых подтеки везде лично мне кажется здесь причина именно ну в конденсатообразование скорее всего даже в неправильном дымоходе посмотрим а еще может мне конечно кажется но у котла по-моему раздуты внутренние стенки камеры сгорания давайте дальше смотреть практически не работал меньше месяца отработал и при первом включении с него начала все это делает при первом включении начала все это делать течь скорее всего нужно было просто дождаться прогрева и все было бы нормально скорее всего это было именно конденсата образования но конечно сейчас посмотрим что дальше скажут эксперты чем зрителям рассказать о том что ржавчины здесь быть не должно здесь камера горения газа камера горения нет вот камера горения подождите секунду 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 так это вячеслав дубровский судебный эксперт в области инженерно-технологической экспертизы судебный эксперт в области инженерно-технологической экспертизы камера горения в трубках ну ладно идем дальше это это как бы воду сейчас расскажу то есть из этих трубок у нас выходит газ мы сейчас покажем мы показываем сейчас нижнюю часть то есть он пир в перевернутом виде то есть газ выходит вот из этих трубок уходит туда по тем отверстием да и нагревает нашу кабину до теплообменник тепло кабину теплообменника вот кстати сейчас тоже хорошо видно по наружной стенке что теплообменник раздут здесь вот даже сейчас но посмотрим дальше но даже сейчас я могу сказать что скорее всего были не соблюдены требования по давлению и по установке предохранительность бросного клапана водичка вот там вот находится нагревается и расходится по по теплым полам либо по радиаторам и так далее суть проблемы в чем вода хлыстала из вот этих вот отверстий причем вот это вот дело было уже имело место быть на момент продажи покупатель ее не обнаружил по причине машин только что вода лилась внутри камеры сгорания сейчас уже хлыстала из этих отверстий во первых это не отверстие это места приваривания ребер жесткости да на них бывают подтеки и опять же это связано когда не соблюдается давление в системе отопления и котел просто не выдерживает и течет скажем так в слабых местах слабые места это места сварки что какое мошенниче котел был скрыт все все его нутро было скрыто вот такими вот беленькими панельками так все производители кто ставит кожухи на свое оборудование вы мошенники и это вам говорят эксперты нельзя скрывать свое оборудование в кожухе потому что потребитель должен видеть из чего выполнена теплообменник какие у него сварочные швы очень-очень хитрая методика делаешь красиво буду по чисто и аккуратно делает по нему так сразу не скажешь что он такой внутри висит ржавый вращение что он несколько лет стоял и собственно я только и делал что тем но по сути так и есть потому что и по сути поджигание горелки вода теплообменники расширяется получается хотите продать говно покупаете его вот таких вот любую сливу ширмы покупаете ну еще раз все производители отопительного оборудования я повторяю все и это говорят профессионалы эксперты вы делаете говно если бы вы не делали говно вы бы не прятали это в кожухах ясно что там может возникнуть вот такая ситуация это это дом покупки даже было на момент продажи сути это сварка она уже по сути сама по себе дефектная потому что таких вот брызг ну скажем так возможно здесь эксперт прав ну как-то не очень сварка ну опять же здесь если есть герметичность принципе опять же под кожухом этого не видно и на работу котла никак не влияет металла что это за вырез надо объяснить было отобран образец из котла вместе где находились стяжки которые собственно здесь 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 на поле из какого места из всех или его из всех этих стяжек потому что по сути они одинаково то есть здесь как раз видно что брызги они распространялись именно вот этих стяжек потому что здесь есть пока вытекала вода внутрь да здесь снаружи течи течи не было здесь на текла она внутри и все заржавело за два месяца говоришь да но видно же что подтеки идут скажем так из самого теплообменника не из этих стяжек не знаю я пока молчу нет это все результат того что он стоял из него постоянно текло то есть его не включали из него начала вода течь когда вы не ухода вы не включался естественно ничего не текло дымоход дымоход конденсирует дымоход у меня в практике были случаи что пока под котлом образовывалась гигантская лужа эксперты по сути она что не стала соответственно все и ржавело а кстати кто-нибудь задал вопрос потребителю падала ли у него давление в системе какое у него было давление какой предохранительно сбросной клапан на какое давление у него установлен я больше чем уверен что здесь монтажник ну сложно назвать его монтажником так спец как я говорю поставил предохранительно сбросной клапан на три атмосферы накачал сюда полторы и котел раздуло понятно ну что прелестное содержание давай все таки торговую марку покажем чтобы нас никто не винил бы здесь написано ростов газоаппарат сейчас и полу 18 4 3 аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром ростов газоаппарат гульта 19 линия 57 город ростов-на-дону тепловая мощность 17 и 4 киловатта вид газа природный нормальное давление 1274 паскаля теплота сгорания 35 570 килоджоуль на метр в кубе вот такие вот они же не соблюдение правил установки эксплуатации аппарата может привести к взрыву ожогу отравление угарным газом аппарат может быть установлен только в помещении имеющим соответствующую вентиляцию так ладно взрыв это конечно круто но мы сейчас видим у нас ого в 17 4-3 на всякий случай сворачиваем переходим это официальный сайт ростов газ аппарата как видите не так много котлов спрятана под их ширмой и все они кстати а нет еще есть рга а угов так вот у нас сибири кстати даже настенные котлы есть под этим брендом интересно было бы посмотреть разборочку сделать идем напольные котлы так здесь а вот наверное инфо центр руководство по эксплуатации паспорта вот кстати эти мошенники сертифицированы оказывается ну так значит у нас скорее всего это вот этот котел так руководство по эксплуатации идем вот точно это он уговое 17 4-3 жирным шрифтом рабочее давление воды системы отопления 100 плюс 20 килопаскалей так сказать более доступно 1 атмосфера плюс 0,2 атмосферы закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохранительный клапан на давление не более полторы атмосферы я вам гарантию даю что там стоял на 3 атмосферы и давление в котле изначально набрали до полутора он раздутый ну и плюс проблемы с дымоходом так возвращаемся к видео вот такой аппаратик давай еще покажем какие детали здесь были чтобы совсем здесь две трубки сгорел здесь горелки собственно говоря были здесь я надеюсь все таки меня смотрят профессионалы и вместе со мной сейчас смеются здесь были горелки куда не делись ладно пламя было туда она была направлена кубки ломились не сгорал газ подавалось тепло на теплообменник собственно продукты горения отводились через вентиляционные выходы в шахту судебный эксперт в области инженерно-технологической экспертизы друзья в общем судебный эксперт в области инженерно-технологической экспертизы своих героев страна должна знать в лицо на самом деле на самом деле на нашем зрителям надо сказать о том что дефект газового котла это самый страшный дефект самый страшный когда он взрывается экспертиза самое страшное это когда он взрывается если не вмешиваться в автоматику безопасности котла причем данная проблема никак не влияет на автоматику безопасности котла ничего никогда с котлом не случится он не взорвется даже представим этот котел потек упало давление в системе отопления он продолжит работать у него нет датчика по минимальному давлению полностью ушел теплоноситель но даже не полностью частично произошло закипание сработал датчик перегрева теплоносителя котел остановится никогда он не взорвется пусть со смертельным исходом если бы он работал дальше он мог бы потому что бабахнуть судебный эксперт в области забыл уже какой там области он эксперт ты вообще эксперт ли он иначе быть надо просто не выдержал или барабум биг барабум бадабум и конечно же фоточки с мест взрыва друзья как как и всегда самый интересный самые полезные сведения озвучиваются экспертом после завершения маленького нашего интервью в общем выхожу из кабинета их на камеру он это говорить не стал но шепнул человеку на ухо и он оставил это в секрете сколько сам котел стоит 20 тысяч рублей а экспертиза 50 тысяч рублей а люди не понимают производители эти какого потому что они впукнут на на 70 тысяч рублей знают ли они что заплатил штраф в размере стоимости самого риска то есть как минимум еще плюс 20 тысяч рублей это будет штраф в пользу потребителя это у нас все-таки гражданский спор о защите прав потребителя вот он сказал о том что виновной стороны то есть этот ростовский за вот он сказал о том что еще один эксперт виновной стороны то есть этот ростовский завод ну честно говоря плевать он хотел на свой имидж бросают трубки даже не соизволили оплатить услуги экспертизы но мы все дела как он я конечно не юрист и я здесь сто процентов наверное ошибаюсь но почему здесь виноват завод с этим оборудованием нужно было разбираться по месту потребителя здесь откровенно несоблюдение гарантийных обязательств и завод здесь никак не виноват еще раз повторюсь с данной организации я не знаком с их оборудованием я не знаком но маленький вывод сделать вывод очень простой во первых не связываемся с откровенно дешевыми убогими производителями данном случае с ростовским предприятием по производству так уважаемые теплолюбивые ни в коем случае не покупаем никакие дешевые котлы там я не знаю лимать вы что это опасно покупаем только д дитрих покупку нет зачем дадит висман берем висман ни в коем случае ничего дешевого не покупайте это вам говорят профессионалы смотрите вот таких вот ужасных отвратительных углов кстати вот сейчас в сторону ростов газ аппарат такое высказывание я не знаю человек просит их оплатить экспертизу а то что сейчас но по моему мнению клевета в адрес организации что они выпускают некачественное оборудование я считаю это тоже серьезно ну хотя с такими экспертами я думаю что потребитель даже выиграл суд и будет пытаться у завода скажем так получить компенсацию берем какой-то средний класс не был класс естественно до момента приобретения его проверяем качество его сборки изготовления потому что она настолько открыт все потребители перед покупкой газового котла вы должны обучиться на инженера теплогазоснабжение и перед покупкой разбирать свое оборудование не свое которое вы собираетесь купить разобрать проверить качество и тогда только покупаете на дерьмо у нас было в руках что любой принципе сантехник мог бы разобраться в том что он покупает дерьмо ну здесь как уже сказал человек сантехник по ходу дела его и ставил не прочитав инструкции загубил оборудование тем самым добавил нервотрепки потребители скорее всего себе и ростов газ аппарат после съемки только приехал домой пока ехал много думал по поводу этого ролика и что хотелось бы сказать уважаемый эксперт вы же поймите что экспертиза по оборудованию с данной проблемой но это опять же по моему мнению должна проводиться у потребителя чтобы посмотреть в каких условиях оборудование эксплуатировалась как было смонтировано они так как она проходила у вас в кабинете путем вандального я бы сказал взятия пробы болгаркой с котла еще хотел бы сказать если вы так ругаете завод изготовитель говорите что он производит некачественное оборудование вы в доказательство того что оборудование эксплуатировалась правильно предъявите паспорт от котла с отметками о установке о запуске в эксплуатацию чтобы это все производили специалисты о том что пуст газа производился специалистами газораспределительной организации а так просто сказать они производят говно это каждый может так говорить ну что же подведем итог я даже не знаю что сказать с точки зрения потребителя да ему хорошо благодаря вот таким экспертам он скорее всего выиграл суд и возможно получит компенсацию с точки зрения завода-изготовителя это большое пятно на их репутацию я как бы но я очень удивлен что вот такие вот эксперты у нас существуют я не говорю что я прав в скажем так в своих выводах но я думаю что все таки это верно процентов на 90 а может быть и на все 100 не знаю делайте выводы во первых не доверяйте установку оборудования не квалифицированным специалистам соответственно пуск тоже должны производить только квалифицированные специалисты тем самым вы во первых получаете гарантию на данное оборудование приобретенное вами ну и будете уверены в долгой службе оборудования ну а если вдруг что-то случится вы всегда можете обратиться к тем самым специалистам которые произвели пусконаладку и еще читайте инструкцию как обычно не забываем про это если данный формат вам понравился скидываем в комментарии ссылки на ролики которые вы хотели бы посмотреть скажем так обсудить можно в группу вконтакте вскидывать потому что youtube может комментарии ссылками блокировать мне но в принципе я их буду видеть если что я буду открывать у этой рубрики пока что нет названия в голове крутится разбор есть разборка а это у нас будет разбор тоже в комментарии предложения по названиям уважаемые зрители еще хотелось бы добавить вот по поводу того что скидывайте в комментарии ролики для обсуждения хотел бы сказать что да у нас первый ролик получился вот такой вот я бы сказал веселый вообще хотелось бы эту рублику сделать такой чтобы где-то посмеялись где-то разобрали ситуацию подробно где-то сами разобрались в вопросе где-то чему-то научились может быть провели стрим и вместе решили вопрос ну как то так в общем жду комментариев ну и наверное на этом все всем спасибо до свидания